Добрый день, в студии Борис Штерн. Наше путешествие в мир иудейской традиции продолжается. У нас, как всегда, много интересного и актуального для вас, и все это в нашей еврейской энциклопедии. Ну и главная тема программы уже через секунду на ваших экранах. Человек, согласно Торе, венец творения, поэтому и был создан на шестой день последним. И может властвовать над всеми живыми существами. Как сказано в книге Берешит, и благословил их людей Бог, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладевайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, движущимся по земле. Однако владыка несет и максимальную ответственность за своих подданных. Закон суров, но справедлив. Еврей не имеет права сесть за трапезу, не накормив своих животных, пропитание которых зависит от него. Он не имеет права перегружать их работы или мучить. И даже в субботу, когда еврей обязан отдохнуть, обязаны отдохнуть и его животные в течение целых суток. И даже тогда, когда работать разрешено, человек должен заботиться о своем скоте, не перегружая его работой. Шамай Цур управляет большим животноводческим хозяйством. Делает он это в соответствии с еврейским законом. То есть здесь, на ферме, теория становится практикой. Тора говорит, что если твой осел упал под тяжестью груза, то нужно поднять его, развьючить и дать ему отдохнуть. Речь идет не только об ослах, разумеется. Мы здесь занимаемся коровами. Нам нужно напоить и накормить животное, позаботиться о том, чтобы у него был кровь над головой. Их нужно доить вовремя. Я, например, научился чувствовать, что им нужно и когда. Если корова заболела, я это сразу замечаю. Хотя сегодня есть технологии, которые позволяют обнаружить больное животное. У каждой коровы есть чип. Через компьютер мы можем следить за здоровьем поголовья. Мы знаем, поела корова или нет, сколько молока дала. Правда, я знаю, что сам фермер замечает даже больше, чем бездушный компьютер. Мы смотрим за поголовьем ежедневно на протяжении всего дня. Так что я замечаю любые, даже малейшие изменения. Я сам сын фермера. Мой отец держал ферму в 60-70-х годах. Мой сын уже третье поколение. Он тоже здесь работает. Надеюсь, династия продолжится и дальше. Закон не ограничивает обязанностью кормить животное и ухаживать за ним. Ради того, чтобы помочь четвероногому, необходимо даже на время отставить разногласия с неприятелем. В Торе об этом говорится так. Если застанешь быка врага твоего или осла его заблудившимся, должен ты возвратить его ему. Если увидишь осла врага твоего, лежащим под ношую своею, то не оставляй его, развьючь вместе с ним. Как известно из традиции, переданной нам мудрецами, даже такие ключевые персонажи еврейской истории, как учитель наш Моше и царь Давид, добились своего высокого социального статуса пророка и царя, благодаря тому, что в бытность их пастухами умели гуманно обращаться со своим скотом. Именно таким отношением ко всему живому они и доказали свою пригодность для высшего служения всевышнему, служению людям. Да и все наши праотцы и родоначальники колен, кроме Юсефа, занимались именно пастушеством, что говорит об очень многом. В Торе есть такой жанр – мидраж. В мидраше упоминаются две истории про Давида, главнейшего и известнейшего из царя Израиля, основоположника династии, и про Моше, Моисея, вообще основоположника еврейских лидеров, первого пророка после дарования Торы, который совмещал в себе и роль царя, и роль пророка, и роль мудреца. И оба они, согласно мидражу, были избраны из-за их отношения к животным. А это, в свою очередь, вскрывает то, что прежде чем назначить человека лидером евреев, выбор был из скотоводов. Мидраж хотел сказать, что Богу, видимо, важно было выбирать не из академиков, и не из музыкантов, и не из художников, и не из политиков, а из людей терпеливых, которые будут терпеливо относиться к его народу, которые будут заботиться, учитывать слабости слабых, удерживать сильных, чтобы они не растоптали и не лишили корма тех, кто слабее или моложе. Хотя, конечно, здесь косвенно разговор и о животных. О животных нужно заботиться. Законы отношения к животным немногочисленны, но очень четко сформулированы. Например, при обработке поля быком запрещено закрывать ему рот. Не заграждая рта быку, когда он молотит, говорится в книге Дворим. Там же дается запрет на использование двух слишком разных видов, разных пород домашних животных на пашне. Не паши на быке и осле вместе, говорится в книге Дворим. Они обладают разной силой и скоростью, так что ослу будет трудно поспеть за быком. То есть этические обязательства человека перед братьями меньшими являются важной частью еврейского этического комплекса в целом. Запрет издеваться или мучить живые существа касается не только домашних животных. Дикие животные также находятся под защитой Всевышнего. Именно поэтому в иудаизме запрещена охота ради удовольствия или спортивного интереса. Очень важна и тема домашних питомцев, животных, проживающих с нами в наших жилищах. Речь о кошках, рыбках, птичках или собачках. Часть религиозных авторитетов говорят, что ради развлечения домашнего питомца лучше не заводить. С другой стороны, в иудейских источниках подчеркивается, что даже у некошерного животного есть душа и право на достойное отношение к себе. В отношении тора к животным мы находим определенный дуализм, если не противоречие, если не сказать противоречие. С одной стороны, тора позволяет убивать животных ради того, чтобы их есть. С другой стороны, тора заповедует, заботится о животных и запрещает их мучить. Как же здесь найти истину? Есть золотое правило толкования торы. Если ты находишь два противоречащих тезиса, ищи третий, который их помирит между собой. Тезис о разрешенности забоя животного в пищу лежит в области некой иерархии мироздания, которую описывает иудаизм. А иудаизм скажет, что человек венец творения, и если человек достоин того, все в мире заслуживает того, чтобы он это употребил для своей жизни и для своих потребностей. С другой стороны, тора запретит издевательство над божьими тварями, потому что в тот момент, когда это не служит достойному человеку, а человек, который мучает животных, сложно назвать его достойным человеком, вот тогда это становится не меньше божьей тварью, чем сам человек. И об этом говорит Медраж, если человек ведет себя недостойно, ему говорят, даже комара Бог создал раньше тебя. Действительно, Бог создал человека последним. И в этом урок. Ведешь себя достойно, весь мир ради тебя. Ведешь себя низко, тебе говорят, ты последний. Когда мы убиваем животных, дабы использовать их мясо в пищу, нам предписано делать это таким образом, чтобы животное не страдало и не ощущало боли. А резник, осуществляющий убой, шхиту, должен не только мастерски владеть этой профессией, но и быть очень благочестивым человеком. Как написано в законах шхиты, он должен хотя бы уметь прочитать страницу Талмуда и ее разъяснить. Наши мудрецы говорят, что профессия шойхита, она намного ответственнее, чем профессия даже раввина. Потому что любое постановление, которое постановляет раввин, можно всегда пойти проверить с другим раввином, насколько это было правильное постановление, или можно было по-другому постановить и так далее. Но когда шойхат режет животное, то только он может знать, животное было ли забито правильным образом или некошерным образом. Это только между ним и Всевышним. Поэтому шойхата всегда выбирали самого богобоязненного человека в общине. Шойхат – это не убийца ни в коем случае. И на улице, если мы увидим шойхата, мы никогда не скажем, вот этот человек работает на мясокомбинате, потому что это человек, который на улице никогда муху даже не убьет или не наступит на муравья. Еще один важный аспект, который соблюдается при шхите – это запрет отрезать и употреблять в пищу мясо от живого животного. Нарушение этого запрета, к слову сказать, стало одной из причин всемирного потопа. Разделка тушище живого существа приносит ему неимоверные страдания. И только еврейская шхита позволяет выполнить этот запрет на все 100%. Убить без боли животное возможно только в том случае, если резник пользуется очень острым ножом и перерезает животному сразу и артерию, и трахею. Затащить нож – это тоже искусство. Бывает, что хирурги к нам обращаются, что мы им заточили правильно скальпию, чтобы он был достаточно острый, поскольку у нас это профессия, которая передается из поколения в поколение. Мы знаем, как это делается правильно. Часть экзамена заключается в том, что шеха должен правильно заточить нож. Это чтобы он был гладкий и очень-очень острый. Это проверяется на ногте, его острота и гладкость. Нож должен быть гладкий как до, так и после его использования. Вот это вот для крупного рогатого скота. Видите, какой он большой, он бывает до 50 см. Также у нас здесь есть для мелкого рогатого скота. И есть для птицы вот этот вот небольшой нож, он для использования в шлицефабриках. Сегодня кошерное мясо стало модным в буквальном смысле этого слова. В большинстве европейских стран многие именно его предпочитают употреблять в пищу, как самое чистое и даже полезное. И в магазинах Москвы кошерное мясо покупают не только евреи. При этом сама шхита остается исключительно еврейским методом. Часть законов в современном мире уже практически не действует. В них просто отпала необходимость. На быках и ослах никто не пашет. Специалисты утверждают, что израильские коровы получают все самое-самое лучшее и необходимое. Ну а если новость о том, что кто-то издевается над животными, попадает в средства массовой информации, то такого человека, конечно, осуждают и наказывают. Это становится скандалом. Так что если вам скажут, что иудаизм как система заботится только о человеке, не верьте и не соглашайтесь. В заповедях учтены потребности всего мира, которое рассматривается как единая этическая система. И в этой системе есть место для всех. Теперь, заботясь о братьях наших меньших, вы знаете, это заповедь Торы. И если вы хотите узнать еще больше, найдите ближайшую общину Хаббат-Баалия в своем городе. Там ответят на ваши вопросы. Вся информация об этом на страницах Аббат-Баалия в фейсбуке. Адрес страницы прямо сейчас у вас на экране. Самый древний документ, в котором упоминается название города Киева, написан на иврите в X веке. Киевское письмо. Это призыв к еврейской общине собрать средства для помощи некоему киевскому еврею Якову бен Хануку, задолжавшему деньги местному купцу и сидевшему за это в тюрьме. К слову сказать, Якова еврея выкупили, а письмо невероятным образом попало в Каир, где его нашли и исследовали только в конце XX века. В XVII веке, по указу короля Речи Посполитой, евреев выгнали из города, поселив на Бескупщине. Ныне район жидного рынка. А когда Киев включили в черту оседлости, еврейское население выросло и достигло 200 тысяч человек. При этом еврейские погромы не ушли в прошлое и регулярно повторялись. Но, несмотря на все притеснения, помимо привычной торговли банковского дела, еврейские семьи развивали пароходство по Днепру, городской трамвай на электрической тяге, водопровод, артезианское водоснабжение, газовое освещение. Именно они превратили Киев в сахарную столицу Российской империи, открыли политехнический институт, построили, среди прочего, еврейскую больницу. Сейчас это областная больница. В общем, сделали все то, без чего немыслим сегодня облик Киева. Центральная синагога на улице Шота Ростовели, 13. Построена в конце 19 века на деньги киевского сахарного короля Лазаря Бродского, отчего и носит его имя. Она не сразу заметна с улицы. Архитектор Георгий Шлейфер, зная местные нравы, выдал боковой фасад за главный, и благодаря этой хитрости проект утвердили без проволочек. Здание синагоги было, конечно, конфисковано советской властью в 1926 году, и только в 1997 снова передано еврейской общине Киева. Здесь располагается Бейтхабад, кошерный ресторан и супермаркет Бродский, где большой выбор кошерных продуктов и свежеиспеченная хала на каждый день. Недалеко от синагоги Бродского памятник еврейскому писателю Шолам Алейхаму. Он родился в этом городе. Основоположник литературы на идиш, в том числе и детской. В Киеве, кстати, родилась и Голда Мейер, первая женщина-премьер-министр Израиля, и Илья Оренбург. В Киеве жил и работал Осип Мандельштам. Учился Исаак Бабель. Когда нацисты захватили Киев, большинство евреев бежали из города. Оставшиеся 33 тысячи были собраны в Бабьем Яру и расстреляны в сентябре 1941 года. На сегодняшний день в Киеве проживают 20 тысяч евреев. Рядом со зданием Бельведер в историческом сердце города, на гранитном постаменте, над шаром, обрамленном рельефами соборов и церквей Киева, витает голубь, символ мира. Создал скульптуру Франк Майслер, всемирно известный израильский скульптор. Шар вращается и дает почувствовать, что держать мир в своих руках может, в общем-то, каждый желающий. То есть, если теперь вам скажут, что кошерных вареников не бывает, не верьте, в Киеве есть все. Да, если в самое ближайшее время вы отправляетесь за границу и вдруг окажетесь в еврейском квартале, в любом городе, сделайте видео своим мобильным телефоном и пришлите его нам, вот на этот адрес, или на страницу нашего канала в фейсбуке в сообщении. Мы покажем это видео в ближайшем эфире. В этом во время субботней молитвы во всех синагогах мира будут читать недельную главу Торы Ваишеф. Как написано в наших книгах, на примере этой главы мы учим, что ничего в нашей жизни не происходит просто так, ну или случайно. Подробности в комментарии Равина Иосифа Херсонского. Далее на странице еврейской энциклопедии. Здравствуйте, это Иосиф Херсонский, еврейская энциклопедия и недельная глава Торы Ваишеф. Поговорим на этой неделе о Раувене и поговорим о потере лидерства. Раувен первый и старший из 12 сыновей Якова, от которых произошли 12 колен. И по тем правилам, по правилам того времени, старший сын был главный наследник, и он же предназначался в священнослужители. В дальнейшем, по прошествии многих лет, после греха Золотого Тельца, Бог переносит роль священников с первенцев на Накоэнов и Левитов. Но тогда еще первенец, он был служителем. Вспомните Якова, который приобретал первородство, перекупал у своего брата Исавы для того, чтобы иметь право служить в храме. Раувен потерял право первенства, но об этом позже. Давайте посмотрим на его жизнь, какие события, какие характерные черты находятся в его жизни. И, возможно, здесь люди увидят себя, и, возможно, история с Раувеном поможет кому-то избежать ошибок Раувена и пронести свое лидерство по своей жизни. Начнем с имени. Раувен в переводе с эврита означает «посмотрите, сын». Так сказала его мать, когда родился ее первенец. Она обрадовалась, это была Лея. Она очень хотела рожать детей. Она вообще видела свою главную задачу в жизни – это рожать побольше еврейских детей. Есть такие еврейские матери. И кому она сказала это «смотрите, сын»? Она сказала, наверное, людям, которые были вокруг. Еще она сказала «конечно, об этом мужу, посмотри, какая я хорошая». И, конечно, она сказала об этом Богу. Но зачем Богу нужно видеть? Мудрецы, толкующие эту фразу в Торе, говорят, что речь идет не о зрении Бога, а об очевидности Бога. Лея взывала ко всем окружающим, говорила, посмотрите, есть Бог, есть справедливость. Я так хотела быть женой этого человека. Я так хотела рожать детей. Посмотрите, есть справедливость. И таким образом, его имя – это не очевидность сына, а очевидность Бога, который выражается в результате того, что вот есть сын. Но какие события были в его жизни? Пожалуй, если описывать Роувена, можно начать с истории в известном конфликте, когда братья сначала хотели убить, а потом решили продать их родного брата Йосифа, который был зазнайкой, который претендовал на то, что он будет пророком и самым крутым из всех братьев, и все будут ему поклоняться. Так вот, Роувен был тот, кто сказал, давайте не будем проливать невинную кровь. При всей нашей неприязни к этому брату смерти он не заслуживает. Но Роувен не смог реализовать это свое доброе намерение, потому что он ушел к отцу. Говорят, что была его очередь помогать отцу, и он покинул братьев, и в результате он упустил возможность реализации вот этой своей здравой и благородной мысли. Другая история из жизни Роувена, это когда умерла его мать Лея, а как мы знаем, у Якова было четыре жены, тогда, в те времена, так было принято. И Яков переносит свою постель из шатра Леи в шатер наложницы. Роувен восстает против этого и говорит, что отец не может передвигать свое место постоянного нахождения в другое место и переставляет его кровать. В этом как бы нету какого-то такого уж греха, никого не убил, никого не ограбил, шаббат не нарушил и так далее, но тем не менее здесь рассматривается поведение первенца как вмешательство ребенка в дела родителей. Он начинает говорить родителям, какие приоритеты выставить в жизнь. Последнее из того, что хотелось бы сегодня рассказать, это история про то, как Роувен пытается убедить отца отправить Беньямина в Египет. Напомню, Йосифа продали, он оказался в Египте. Отец думает, что Йосиф погиб и отправляет братьев в Египет за хлебом, а там Йосиф, про которого никто не знает, что он Йосиф, устраивает им различные проверки и берет в заложники одного из братьев и просит показать ему Беньямина. Беньямин это его родной брат от матери Рахэля, и он хочет убедиться, что он жив, что братья не поступили с ним так же, как поступили с ним. Роувен пытается убедить отца и говорит, отправь Беньямина со мной, если я его не верну, убей двух моих сыновей. И отец не принимает эту аргументацию и говорит, ты может быть и первенец, но ты глупый, потому что что мы все выиграем от того, что я убью двух твоих сыновей? Йосифа нету, Беньямин не вернется и еще двух человек не станет в жизни. Пример падающего лидера. Пример лидера, который теряет свое лидерство где-то потому, что не смог реализовать, где-то потому, что вмешивается не в свои дела, где-то потому, что предлагает негодную аргументацию. Такова глава Лаишев и такого Роувен и такая ролевая модель в отношении к сбору. Субтитры создавал DimaTorzok